У нас довольно много командов, учитывая, что есть собственный абонемент в новом сезоне, то есть нестабильное и постоянное, с собственным представлением. Альф, расскажите вам о концепции тянущего состава партета и почему он так называет? Партет, значит, да? Было это для зрителей Альфа. Почему так? Потому что у меня была такая нерезонная положение, потому что у меня очень хотелось создавать музыку, дуэты с кем Генка, но Шенгей немножечко подтолкнул Гуар. Гуар запластилась, как бы поиграть, и вот мы как-то так, мы можем здесь, и собирались. Вдруг обнаружили, что нам весь Клюя очень комфортно работает, и что это весьма продуктивный ансамбль. Ну, а Клюя, вот она сами по себе уже, дуэт готовый. Ну, и у нас с Сережей связывает много теплых чувств друг друга. Ну, как бы так получилось, что... Ну, действительно, на самом деле, я очень люблю работать с этими ребятами, и мне кажется, я надеюсь, что они у тебя не отдают еще, потому что партета — это не только очень интересное занятие, да, и там сам, это очень тонкий психологический организм, потому что очень трудно работать в партете с людьми, которых ты не очень понимаешь, с которыми ты ни в одном темпе тушишь, с которыми ты смотришь по-разному. Ну, там еще что-то. Здесь очень важно такой баланс экологический иметь. Ну, вот организм должен жить, да, он должен быть жизнеспособным. Если вы будете все время ругаться — это не жизнеспособно. Если вы не будете совсем никогда ругаться — это тоже плохо, потому что должно быть какое-то бурление, развитие и прочее. Поэтому очень трудно найти людей, с которыми действительно был очень такой баланс. Ну, что ли, правильно? Как вот недавно прошел фильм «Багенская рапсодия», мне так понравился момент, когда Брэдди говорит, когда пришел извиняться перед своими бывшими друзьями, говорит, знаете, ребят, я вот нашел таких музыкантов замечательных, они так классно играют, и я им так объяснил, как надо играть, я все так хотела, и они все сделали, как я им объяснил, и они сыграли, как я хотел, и получилось совсем не то. То есть, когда вот нет вот этого какого-то равнозначного бурления у четырех химия, у четырех равнозначных музыкантов, когда вот четыре солиста не начинают вступать в какие-то отношения, это же не так интересно. Ну, если все-таки какие-то противоречия возникают, то за кем, допустим, главное — это последнее слово, или, то есть, как вы какие-то конфликты разрешаете между собой, то есть, вот такие вот способы договариваться, и в целом, как у вас вот проходят репетиции, то есть, те, кто является, допустим, инициатором новой программы репертуарной политики, то есть, об этом все действия расскажите. Репертуарная политика у нас проводится в общем-то. «Ребята, а давайте сыграем нитки!» «Это вы предлагаете?» «Нет, это глупо тоже!» «Так, так!» «Или Сережа приходит и говорит, а вот еще есть!» «Что ты вам предлагал?» «В общем, тоже!» «Ну, то есть, у каждого есть какие-то пожелания и там…» «Единственное, что мы смотрим — потянем!» «Ну, так как у нас вкусы, в принципе, сопадают, я не думаю, что…» «Ну, даже если бы, наверно, что-то было такое, что кто-то бы предложил то, что ему совсем не нравится, ну, пытались, да?» «Пытались обязательно, потому что иногда ты берешь произведение, даже если ты его где-то слышал, что-то, ты берешь, начинаешь играть, бывают моменты, ты вообще не понимаешь, о чем музыка, то есть, все приходит в процессе, как скажем, сживания, когда ты начинаешь разбирать, ковыряться здесь вот так, здесь вот так, вычищать, смотреть… Иногда бывает, что ты вообще не слушаешь. Это произведение, как вот у нас была программа, мы играли «Велолобоса» по «Хиану», и мы… вот я вот за себя точно стоял, редко так бывает, что ты что-то слушаешь конкретно, ну, послушаешь вот этот вот столбик, я бы вот здесь по-другому сделал, а вот здесь бы я вот так вот не сыграл. А вот иногда бывают программы, ты конкретно вообще ничего не слушаешь, просто играешь, потому что, во-первых, ты много проходил музыки в консерватории, ты много играешь, слушаешь, и у тебя есть определенный багаж стилевой, прям технический, чтобы тебе самому уже постепенно осваивать это произведение. Конечно, иногда бывают моменты какие-то технически сложные, когда ты думаешь, а как вот реализовано, например, в исполнении там, как пакета по родинатам, ты послушаешь, думаешь, да, интересно, но у меня вот ощущение немножко другое, и тебе никто не запретит это сделать, если ты, как сказать, аргументированно докажешь свою правовую базу, что да, действительно вот так это будет звучать интерес. Да, кстати, иногда бывают такие какие-то моменты, что, допустим, кто-то не согласен, но другой его может убедить. Если это действительно блин, то почему нет? Давайте попробуем, если это лучше, да. Мы ни разу еще не играли, честно. Бывает, наоборот, так, что играешь какое-то произведение, и долго не можешь понять, что вот здесь должно быть. И переиграешь, переиграешь, и сам вот в этом варишься, когда можно очень долго пить цикловую в сиденье, но говоришь коллектив, и знаешь, ребята, слушайте, я тут заморочилась, с этой темой, я не знаю, как она звучит, с какой-то откуда вестись, с первой к последней, а потом, только я ему проговорил, думаешь, эй, ой, ко второй! Эй, ой, кстати, ко второй! Так что? Ну, это просто процесс творчества, это неповторимое, даже если я буду сейчас чат, я долго могу вам рассказывать на самом деле, но если я тут же буду чат рассказывать, вообще, я не знаю, как вам это передать. Так, насчет вас, ребята, понятно. А как для вас выглядит этот процесс? Похоже на то, что говорят другие участники или что-то специфическое есть? Ну, все правильно они говорят. Ну, да, мы выбираем просто абонентную программу, кому что нравится. Вот у нас давно была задумка сыграть музыку «Пластилин и колец», я уже знаю, года-два, наверное, на мозг всем капаю, давайте сыграем, давайте сыграем. Вот, наконец-то, мы сыграем. Мы сыграем. Мы сыграем. Вы любите этот фильм? Да, не только этот фильм, но вот мне нравится музыка. Мне показалось, что будет интересно слушателям. Мне интересно проиграть. Ну, и вообще, мы играем хорошим, поэтому особо спором от того играть или нет, это точно не было. Все, что мы играем и думаем играть, все хорошего, высокого уровня. Поэтому у нас с этим проблем нет. И вообще, как вы можете показать? Латко складывается. Видимо, мы уже довольно взрослые люди. Сережа прав, у нас все время обычно. А давайте попробуем. И все. А после этого уже. То есть вы такие экспериментаторы, да? Вдруг, может быть, бунтарский присутствует на новичках, что-то новое? Ну, про бунтарский я не знаю, бунтарский. Мы просто любопытные. Нам все не любопытно любить музыку. Понятно. И вот как раз в связи с этим мы...